Добрый день, Илья. Начнем вторую серию нашей беседы с совершенно очевидного вопроса. Мы с вами говорили вчера вечером, а сегодня уже час-два часа дня. Как ночь у вас там прошла в северных живописных горах? Добрый день. Горы действительно живописные. Относительно ночь прошла спокойнее, чем прежние. Мало пелов, мало артиллерии. В общем, спали хорошо. Вон, а как. Они что, притаились? Я понимаю, что вам не доложили о команде Хизбаллы, но они что, притаились? Байдена? При Байдене не вести себя плохо или это вообще никак не связано? Есть такие предположения, кроме того, что на самом деле сейчас еще здесь полномасштабной войны нет. То есть это то, что называется боевые дни. То есть они перестают и портят жизнь. Мы портим им жизнь тоже со своей стороны как реакция. И ждем. То есть все задаются вопросом, почему они не открыли второй фронт сразу. И на это разные ответы и разные мнения, но никто толком не знает. И все задаются вопросом, когда они его таки откроют. Хизбалла севера. Или откроем ли мы его? Понятно, что это просто время ожидания. То есть сейчас это еще не война, но это ожидание ее начала. Скажите, до какой степени... Нет, это вопрос не ощущения, а это вопрос реальности. В какой степени война с Хизбаллой есть прокси-война с Путиным? Как вы? Какая-то информация у вас есть? В какой степени они вооружены, снабжены и управляемы? Управляемы не только из Тегерана, но, я так думаю, ФСБ тоже там пасется замечательным образом. Что люди говорят? С точки зрения их вооружения, они, очевидно, вооружены в основном русским оружием. Они, то есть, вообще, израильские враги были вооружены русским оружием всегда. С самого начала, да, с самого начала. С самого начала и всегда, и с тех пор тоже. В наше время они вооружены уже не только русским оружием, а в значительной степени иранским оружием, которое разработано наверняка с помощью русской технологии. И на базе российских образцов. Безусловно. И понятно, что все их стрелковое оружие, все их ПВО, их радиолокационные системы, это все связано с российской технологией и современной, и старомодной. И в этом сомнения нет. Насчет того, насколько они прокси Путина, я думаю, что уже не очень. Я думаю, что Путин и современная Россия имеют в лице Исламской Республики Иранской замечательного союзника. И, соответственно, они поддерживают союзников Ирана. То есть Иран поддерживает Россию, Россия поддерживает Иран. Иран поддерживает союзников России, Россия поддерживает союзников Ирана. Хизбалла – это важный союзник Ирана. Более того, русские вместе с Хизбаллой воевали плечо к плечу в Сирии. В Сирии они абсолютно серьезно воевали, в то время как мы мирно дремали. Они набирали значительный боевой опыт и набирали его последовательно и без перерыва в те последние годы в Сирии. Сразу два вопроса к этому у меня возникло. Достаточно много говорят там, где говорят по поводу российского корнета противотанковой. Это управляемая ракета российской, которых много у Хизбаллы. Что говорит народ по поводу ее реальной эффективности там у вас? Потому что, по-моему, там-то она активно используется на севере. В 2006 году хизбалловские корнеты очень активно и эффективно относительно подбивали новейшие израильские танки в Второй Ливанской войне. С тех пор и израильские танки стали лучше, и я думаю, что противотанковые ракеты Хизбаллы стали лучше. И мы скоро увидим, на сколько и кто кого. То, что очевидно, это что все более старые модели израильских танков после опыта Второй Ливанской войны было принято за стратегическое решение, что в Ливан их не пускают. Поскольку они слишком уязвимы и уязвимы именно этим самым русским новым ракетам или относительно новым. Соотношение израильской армии и Хизбаллы, мы же не воюем с ними на равных. Мы имеем танки, мы имеем самолеты, мы имеем самоходную артиллерию. Они всего этого не имеют. Они имеют преобладающий, очень насыщенный противотанковый арсенал. очень эффективную систему подземных окопов. В общем, они же это не идиоты. Они в течение 20 лет готовят и агрессивную, и оборонную войну, которая должна была на каком-то этапе наступить против Израиля, зная свои недостатки и зная свое преимущество. И в связи с этим, в общем, связанный вопрос. Вообще, что-то этой Хизбаллы как-то слишком много ее в информационном поле. Вплоть до того, что произносятся слова, что Хизбалла это де-факто маленькая, малочисленная, правильно сказать, но одна из наиболее боеспособных сейчас армий на Ближнем Востоке в этом регионе. Реальная боеспособность, подготовленность, мотивированность, фенатично-религиозная мотивированность, которые делают ее более боеспособной, чем номинальная ливанская армия и номинальная сирийская армия. Правда есть в этой басне? Я думаю, что намного больше правды, чем лжи в этом есть. То, что Хизбалла мощнее и эффективнее, чем ливанская армия, это было правдой уже в 2006 году. А в то время Хизбалла была значительно слабее современного Хамаса. С тех пор, по различным оценкам, Хизбалла усилилась раз в 10, если не больше. По израильским оценкам, открытым и свободно доступным, Хизбалла насчитывает около 50 тысяч солдат. Из них 5 тысяч из элитных подразделений. В принципе, боевой потенциал Хизбаллы доказан. То есть они эффективно воевали в Сирии. Они, безусловно, намного сильнее ливанской армии, которая, впрочем, никогда из себя ничего серьезного не представляла. Но той мере, в которой она представляет собой что-то серьезное, она и так под контролем Хизбаллы. И так мы в Израиле сегодня относятся. То есть в случае настоящей войны они будут воевать на стороне Хизбаллы, поскольку люди в ключевых постах в этой же ливанской армии они на самом деле агенты Хизбаллы. Хизбалла – это из всех длинных щупалец Ирана, наиболее мощные, без какого-либо сомнения. Являются ли они такими всесильными, как их в медийном поле иногда вырисовывают? Нет. Нет, они эффективные. Из всех террористических организаций в мире они наиболее эффективные, безусловно, и наиболее угрожающие. То есть факт, что они против Израиля имели баланс, некий стратегический баланс в течение последних 15 лет. То есть мы им позволяли усиливаться, потому что действительно боялись их стратегического ракетного арсенала, который создавался Ираном, с наверняка российскими советниками за кадром. В конце концов, кто настоящий эксперт по ракетным войскам в мире? Ну тут уж, как Куйбышский авиационный институт, не могу не расплыться в удовольствие. Но мы вернемся к делу. Я просто хочу, чтобы как-то понятнее стало почтеннейшей публике. На момент начала российского вторжения, в феврале, 24 февраля, и в следующие дни февраля 22 года, по реальным оценкам, в российской армии было не более 150 тысяч человек. В бывших частях, не считая бесконечных тыловых обеспечивающих и так далее. Причем из этих 150 еще порядка 30 это были каратели. Это была Росгвардия. Это на гигантском фронте, понимаете, вот по дуге от Киев через Харьков, туда на юг, до Мариуполя, и туда дальше, до Херсона. А здесь называется цифра, понятно, что она оценочная и труднопроверяемая, но 50 тысяч на крохотном клочке. Чтобы не рыться в гугле, вы можете хоть как-то на скидку сказать, вообще какая там примерная протяженность вот этого Ливанского фронта для Израиля? Там, наверное, километров 30, не больше? Нет? Ливан – это фиктивное государство. Он является фиктивным государством уже более 100 лет. Это просто недееспособное по определению, потому что в нем есть 5-6 различных государств, которые воюют между собой уже столетия. Хорошо, сказал правильнее. Израильско-Хезбаллахский фронт – это примерно какая причина? Так вот, около 50-60 километров израильско-ливанской границы. Я то, что хотел сказать, это что Хезбаллах имеет подконтрольные себе территории в Ливане. Хезбаллах контролирует ливанское государство до только определенной степени, но полностью контролирует шиитско-преобладающие районы. Южный Ливан – это шиитско-преобладающий район, в котором Хезбалла, собственно, правит. Другой такой район – это Бик-Ат, это Бак-А, то есть северо-восточная часть Ливана, которая далеко от Израиля и является стратегическим тылом Хезбаллы, куда достаточно трудно добраться. Для этого нужно пройти пешком весь Ливан до севера. Это от Израиля около 200 километров, и туда нужно добраться физически. А еще один очень важный район под их контролем – это значительная часть города Бейрут. Так что они имеют глубокий стратегический тыл, и они этот тыл вместе с русскими плечом к плечу защищали, потому что он их соединяет с сухопутными маршрутами, коридором до Ирана. То есть Иран создал себе наземный коридор, через который он снабжает Хезбаллу уже 15 лет. Это через территорию Сирии? Или как это? Да. Зачем Ирану была так важна война в Сирии, зачем Хезбалла воевала в Сирии? Для того, чтобы поддерживать стратегический шиитский коридор через Сирию от Ирана до Ливана? Ну там же, простите, еще и Ирак. Ирак. Ирак – это же шиитско-преобладающая государство. То есть они себе так... В этом главная большая, ну не очень большая по мировому масштабу, но, скажем, средняя игра. По мотивам большой игры 19 века, так это средняя игра Ирана. Тот самый наземный коридор от территории Ирана и до государства Израиля. Слушаю, я вас вспоминаю. Вот как вчера помню, то ли август, то ли сентябрь. Простите, забыл. Сентябрь, наверное, все-таки. С 41-го года, когда в Великобритании и Советский Союз коротко сообщили Ирану, что они вводят войска на его территорию, и он должен сидеть тихо. Иран сидел тихо. И вообще как-то в голову никому не пришло, что кроме внятного объяснения надо будет еще что-то делать. Однако кормили, кормили, выплачивали десятки, потом сотни миллиардов нефтедолларов в качестве данной цивилизованного мира туда. Ну и вот, в конце концов, по всем китайским сказкам, змея на груди выросла. Однако вернемся. Из всего того, что вы сейчас нам наговорили, следует, что потенциально Северный фронт, если он возникнет, может быть для Израиля, для израильской армии, даже более тяжелым и чреватым, нежели участная газа, которая уже всем скрипит на зубах. Так? Я, как пехотинец, который служил периодически недавно относительно северной границы в резерве, и многие ожидали уже давно, что что-нибудь подобное тому, что произошло на Южном фронте, произойдет на северном. Никто не ожидал, что Хамасу на юге удастся такое провести. Но на севере все это ожидали. То есть абсолютно очевидно, что настоящий стратегический фронт Израиля это Северный фронт. Это была ключевая часть израильской стратегии уже очень давно. Это было всегда очевидно. То есть с момента окончания Второй Ливанской войны, которая закончилась, если не израильским поражением, так ничьей, все ждали Третью Ливанскую войну. И ждали ее в последних 15 лет. Слово «отлично» абсолютно. Какое-то не то, что я сказал, но печально. Печально и драматично, то, что произошло 7-го числа. Но дело в том, что я вчера вечером записал интервью, где этот вопрос я задавал генералу в прошлом начальнику оперативного управления, оперативного управления генштаба Израиля, ни много, ни мало, Исраильзив. А вы же его не слышали? Не слышали, не можете слышать, он только завтра, наверное, появится. Поэтому этот вопрос задаю вам. Пулеметчику. Ваше мнение, пулеметчика, как вообще могло такое произойти, что у каждого в кармане сотовый телефон, вся эта линия разграничения с газа увешана датчиками, сенсорами. Лично мне говорили люди, ну, скажем так, разрабатывающие инфракрасные системы, что современная инфракрасная система позволяет мышку, мышку видеть, но падая на фоне зимнего снега. И все это, все эти чудеса техники закончились тем, что два, три, где-то четыре часа банды вооруженных калашами погромщиков прорвались через границу и убивали всех, кого хотели, пока в дело не вмешалось. Израильск, скажем, это какой-то феноменальный провал, выходящий за все грани, рамки и так далее. Что случилось? Ваше мнение? Да я знаю, это было только 3-4 часа, ведь на самом деле это сравнимо с войной судного дня, 3 дня во время войны судного дня отбивали Северный фронт от сирийской визии, 3 дня на юге отбивали фронт от банды погромщиков. Ответ, на мой взгляд, как пулемет, именно на взгляд пулеметчика, это что слишком мало внимания в Израиле уже и во всем западном военном мире, но и в Израиле конкретно, слишком мало внимания уделяли пулеметам и слишком много внимания уделяли датчикам, которые готовы в состоянии заснять даже микробы и вирусы. Только что эти датчики можно всегда обмануть, нету датчика, которого нельзя обмануть. По той стороне фронта сидят люди, которые знают, что у нас хорошие датчики и много думают о том, как их можно обойти. А солдат с пулеметами и артиллерийских установок и нормальных военных средств было крайне мало. Было очень мало, и на севере, и на юге. Было преступно мало нормальных военных подразделений, которые по-настоящему ожидали серьезную атаку в Израиле, как и в войне судного дня, но только что на многом, на более преступном уровне. Вся концепция обороны была рассчитана на то, что израильская непобедимая разведка даст заранее знать о такой атаке. То есть все было рассчитано на это. Если нету заранее предупреждения, так было очевидно любому идиоту, что линия будет прорвана. Но все были уверены, что наша разведка непобедима и что мы будем знать заранее о такой атаке. Если бы действительно было несколько часов на подготовку, все это бы не произошло, по крайней мере, не в таком масштабе. Но заранее никто ничего не заметил. И все было рассчитано на разведку и на различные технические чудеса. На севере то же самое. На севере все было рассчитано на супермудрые камеры, которые автоматизированы и так далее и тому подобное. И это как бы форма мышления. Это не только какая-то локальная ошибка. Это целая форма мышления, которая делает весь упор на технологии и при этом сама себя часто обманывает насчет эффективности той самой технологии. То есть те, кто реально датчики ставят... Ну, в ваших лекциях я слушал много подобного. В лаборатории датчик дает стопроцентное засечение всего подряд. А те, кто реально эти датчики ставят на месте и проверяют, оказывается, что нет. Оказывается, что только 80% они засекают. И оказывается, что у них есть очень очевидные недостатки. У каждого такого датчика есть такие недостатки. А на той стороне сидят не идиоты, которые об этом тоже думают. Те, кто опирается на технологию и не на пулемет и в итоге получают по голове. Илья, есть еще более простое... Пулемет это сложнейшее устройство. Вам ли не знать? Вы его собираетесь, разбирайте. Есть суперпростое устройство называемое противопехотная мина. И как показала в частности очень печальная история попытки украинского наступления в июне этого года там на юге, украинские слушатели понимают, о чем мы говорим, что простенькая при простенькой вещь под названием минное поле оказывается способна остановить наступающую армию и причем если я как-то раньше думал, что минное поле это всего лишь задержать, задержать на 2, 3, 4, 5, 6 часов в скобке предполагать, чего бы хватило под самые уши бы хватило там на юге, если были бы нормальные минные поля вокруг газа, то этих 3, 4, 5 часов более чем хватило бы, сторона маленькая, чтобы потянуть туда армейские части, но оказывается минное поле может остановить не на 3-4 часа, а на 3-4 недели, тем не менее, что помешало снять все эти датчики красивые, подвесить консервную банку и главное подвесить табличку осторожной мины и просто все заминировать, копеечная вещь, копеечная, Великую Отечественную войну делали еще такими миллионами, что я даже удивлялся, когда смотрел на цифры этого производства, там почему не было нормальной минной полосы на километры, во-первых, я с вами абсолютно согласен, во-вторых, этот ответ остается тем же самым, думают, то есть все мышление нацелено на сверхумные, сверхсовременные, сверхавтоматизированные технологии, а не на простые отработанные известные решения, то есть это действительно некая патологическая форма мышления, которая не видит элементарных ответов, а видит сверхумные современные лазерные русские, которые умеют засекать бактерии. Бактерии. Самое лучшее ВВС в мире не смогло остановить дельтапланы с вентиляторами. Понятно, с винтами воздушными, да. Мотодельтаплан по-русски называется, такой термин. Я немножко над этим посмеиваюсь, но это же действительно посмешище, это же действительно позор. Смотрите, я когда обсуждал этот вопрос, вот ваше мнение, мы послушаем, еще узнаем мнение генерала, я-то высказал, ну, возможно, это была глупая, неуместная, грубая шутка, я сказал, что это было связано с приступом гуманности, что минные поля не поставили, потому что, ну да, действительно, в какой-то невероятной ситуации там может появиться палестинский ребенок, который не умеет читать. Это глупая, неуместная шутка с моей стороны или такой элемент тоже был? Мы же не можем положить этих несчастных людей минами. Это больше глупая, неуместная шутка с нашей стороны, а не с вашей. Действительно, безусловно, вопрос гуманности или в кавычках здесь имеет место быть. Мины – это страшно негуманный способ остановления погромщиков и нацистов с юга и с севера. На севере, кстати, сложнее выложить мины, но в любом случае, да, действительно, мы мины уже давно не выставляем, наверное, по той же самой причине, как и очень многие другие нормальные формы ведения войны, к которым мы не прибегаем, потому что мы самая гуманная в мире армия, только не по отношению к нашим гражданам. Но я думаю, что, тем не менее, кроме вопроса гуманности, здесь преобладает вопрос того, что мы повернуты на современную очень... Фетишизм. Фетишизм. Это называется технический фетишизм. Почему? Маленькое отступление в бок, он охватил все, он охватил все, и если раньше инженер примерно понимал, как работает балка, и мог на салфетке, на салфетке обеденной быстренько прикинуть, вот какая нужна высота строительной этой балки, чтобы она выдержала вот этот фонарь, то теперь современные, замечательные мои молодые коллеги на все вопросы отвечают, а, есть такая программа, вот я помню, есть такая программа, все, а без программки он уже не способен балку консольную посчитать. Однако вернемся, гуманизм, гуманизм, правильные статьи, и так далее. Я знаю количество хороших на то примеров, элементарных ошибок, проделанных, то есть колоссальных ресурсов, вложенных в различные сверхтехнологические программы в израильской армии, которые имеют очевидные пороки любому мыслящему человеку, но тем не менее, из-за этого, как вы говорите, правильного фетишизма, в них были вложены все эти ресурсы, ресурсы, которые могли бы намного более эффективно быть направлены на производство или закупку или модернизацию абсолютно проверенных и эффективных форм вооружения или ведения войны. Не буду давать конкретные подробности, но таких примеров просто без конца и края. Окей. А скажите, пожалуйста, теперь вот опять же попытаемся... Я только добавлю одну фразу к этому, что это на самом деле результат того, что Израиль давно не воевал настоящую войну. Такие глупости бывают в основном, когда слишком долго народ не воюет и забывают о том, что война проверяется победой или поражением, а не элегантностью различных идей. То есть те, кто воюет настоящие войны, они обычно такие ошибки делают вначале, а потом исправляют. Гришнов сказать, я тоже, особенно после того, как делал этот свой огромный цикл у себя на канале, тоже как-то про себя с некоторым ужасом подумал. 50 лет эта страна нормально не воевала. Что там сейчас происходит с Альмией? Не 50, 40, но 40 лет это давно. Первая Ливанская война была на самом деле самой... Многие думают, что война Судного дня была самой травмирующей войной европейского общества, но на самом деле война Ливанская первая была более травмирующей, была по-настоящему последней настоящей войной, в которой мы участвовали, и она очень релевантна нашему нынешнему опыту, нашей нынешней ситуации, потому что накануне, возможно, с большой вероятностью, Третья Ливанская война, в то время как Вторая была фарсом, и настоящей войной назвать ее никак нельзя было. А вот Первая, это действительно последняя настоящая война, в которой мы участвовали, и она была 40 лет тому назад. Илья, я... Насколько неправильно я формулирую, если очень так вот грубо упрощаюсь, скажу, что Первая Ливанская закончилась безусловной военной победой израильской армии, и весьма существенным политическим поражением, потому что, разгромив вооруженную структуру так называемого палестинского этого самого ООПа, Израиль, ну, конечно, под давлением полезных идиотов со всего мира, позволил Арафату живому уехать, всему руководству ООПа, организации освобождения Палестины, уехать, и через какое-то количество лет им еще подарили осливные соглашения. То есть победа на поле боя и едва ли не поражение в политических итогах. Это как, Влад? Победа на поле боя и поражение в политических итогах это, собственно, хлеб и соль израильской истории. Все наши войны практически так заканчивались. Первая ливанская война была сложнее. Она отличалась от всех остальных израильских войн. В Первой ливанской войне был настоящий стратегический замысел. Стратегический, политический, то есть был конкретный политический итог этой войны, на который мы целились. То есть мы имели конкретную геополитическую цель. Это единственная израильская война, о которой такое можно сказать. И расчет был неправильный, и поэтому и не получилось. То есть то, что армия относительно хорошо себя показала на поле боя, не помогло, потому что расчет был неправильный. А цель какая? Поясните, для публики же 99% не понимают, о чем вы говорите. Да, я догадываюсь, что многие не знают, но цель была элегантная и интересная. Или, по крайней мере, можно было ее считать элегантной. Цель была превратить Ливан из тирийского прокси под сирийским каблуком в функционирующее нормальное государство под контролем на тот момент еще маленького христианского большинства в стране, в союзника государства Израиля, в демократическую нормальную страну, которая будет с нами иметь мирные отношения, изгнать из Ливана палестинские группировки и переобразовать, по крайней мере, маленькую часть Ближнего Востока в что-то более приличное. Эта цель была не осуществлена по той простой причине, что Ливан по определению является недееспособным государством, если же в нем нету какого-то сильного покровителя. Или это Сирия, или это должны были быть мы. Оказалось, как можно было догадаться заранее, что мы не хотели. Израиль не хотел оккупировать территорию Ливана для того, чтобы там наводить порядок. Ведь Израиль в Первой Ливанской войне захватил больше половины территории Ливана. Включая Бейрут. Включая столицу Бейрут. Осадил Бейрут. Тогда у нас очень попросили его не захватывать. Ну понятно, фактически да. Мы не хотели быть империалистическими захватчиками. А Ливану это было необходимо, потому что Ливан сам по себе является нестабильным государством по определению. Или им правит Сирия, или им правит Иран, как сейчас, или им могли не править мы. Но мы не хотели. И христианское большинство там было не способно навести порядок, как не способно было заранее, так и не способно было после нашей оккупации. И мы отступили. Никто не помнит об этом, потому что это действительно травмирующий в израильской истории инцидент. Потому что это единственный раз, когда мы пытались играть в большую геополитику, по крайней мере, по местным масштабам. И ударились лицом в грязь, в полном смысле слова. Оказалось, что это требует намного больших ресурсов и в основном силы воли, чем та, с которой мы пришли заранее. Мы же целый год держали под оккупацией половину Ливана. И когда наши союзники умоляли нас не отступать в 83-м году, мы им сказали, что нам надоело. И мы отступаем. И это, конечно, закончилось немедленным изгнанием всех наших союзников с оккупированных нами территорий, которые мы покинули. И созданием постепенно, спустя три года, пресловутую зону безопасности на северной границе, которая по определению была неидееспособной, потому что это была граница без каких-то нормальных физических контуров. В нее постоянно вливались подпитки Хизбаллы и Ирана, и Сирии, и Советского Союза еще на тот момент. И мы постоянно там потихоньку проливали кровь, постепенно потеряли волю ее держать. И в 2000 году окончательно покинули наших союзников там и отступили. Что привело, конечно же, к миру и процветанию, покою на те времена. В кавычках, естественно. Илья, а сейчас... Ну, это история. Историю можно в книжке прочитать. А сейчас вообще есть какое-то представление о победе Израиля вот в том вот этом обострении войны, в этой новой войне? Победа — это что? Израильтяне отвыкли. Они вообще никогда этим особенно не занимались. Вопросом, как выглядит по-настоящему Ближний Восток, в котором они бы хотели жить. Но не сказочный Ближний Восток, где все живут мирно и дружно, а какой-то реальный Ближний Восток, который стабильно держится и в котором можно жить прилично. Израильтяне редко об этом думают, предпочитают в своей скорлупе сидеть. Как может выглядеть по-настоящему израильская победа на севере? Если вы спрашиваете меня, как рядового пулеметчика, так все, ну на самом деле, как историка-любителя, все израильские планы на войну в Ливане всегда включаются в первую очередь захват Южного Ливана до естественной границы реки Летань, которая, кстати, является естественной границей всего северного Израиля. Если, как только эта территория оккупируется Израилем, ее можно держать стабильно, она может быть реальным естественным буфером, она является главным оплотом Хизбаллы на юге, и после того, как она захватывается и держится, уже в нее бесконечные подкрепления подпитывать нельзя, и ситуация может очень значительно стабилизироваться. Будет ли мир? Нет, мира не будет. Но будет граница, которую можно будет защищать и не держать на ней целые дивизии в резерве, как опыт показал, что необходимо. Израильтяне себя обманывали, думая, что это не обязательно. И, слава Богу, с нами произошло то, что произошло только на юге. Если бы на севере с нами произошло то же самое, что планировалось, ведь на самом деле Хизбалла планировала 15 лет, то, что Хамас проделал неделю назад. И это известно, и это не секретно. Хизбалла оглашала это сама по себе, сама, лично. И это было известно всем солдатам, которые служили на севере, но мы предпочитали об этом не думать. Теперь же действительно израильская армия развернута на северной границе, чтобы предотвратить такой инцидент. Но в условиях нынешней существующей границы и уже создавшейся военной мощи в Южном Ливане, для того, чтобы ситуация хоть как-то стабильно держалась, если только они сами не заинтересованы в немедленной войне, необходимо на северной границе держать огромный военный контингент. Продолжать так, конечно, нельзя. А создать стабильную, нормальную границу на севере Израиля по реке Литане можно? Можно, и на самом деле любой военный израильский план так выглядит. Интересно, я вас слушал, у меня появилась интересная, знаете ли, мысль. Может быть, попросите мне знак, именно потому, что Хизбалла не сама по себе Хизбалла, а является длинным щупальцем Ирана, каково Иран является большим щупальцем Путина. Именно поэтому они сейчас себя ведут так умно, с их точки зрения, сидят, не лезут, не лезут в этой ситуации, когда международная поддержка, да еще президент Байден так обозначился, на стороне Израиля. А хамасовцы, вероятно, это опять же вопросительный знак, какие-то бесхозные оказались, брошенные в семьи, и некому было их держать за руки. Нет, я не согласен с таким анализом. Нужно учитывать, что Ближний Восток — это в основном зона столкновений, различных духовных идеологий, различных ветвей ислама, и, конечно же, иудаизма, представленного еврейским народом, и, конечно же, западных интересов. Если вы спрашиваете мое личное мнение, что там произошло, так, во-первых, почти очевидно, что Хамас — это такое же щупальце Ирана, как и Хизбалла. Я не думаю, что это была бесхозная атака, я думаю, что это была как раз очень хозная атака, нацеленная на нас, Ираном напрямую. Я думаю, что не надо считать, что это все щупальце Путина. Это больше интерес самого Ирана, но Путин, конечно, их поддерживает, потому что они же его союзники. А как это понимать? Я думаю, что достаточно легко объяснить произошедшее следующим образом. Самое опасное, что могло произойти с Ираном, это назревающий мир Израиля, Саудовской Аравии. Саудовская Аравия — суниты, Саудовская Аравия — арабы, и Хамас — это тоже сунитские арабы, единственные сунитские арабы, которые дружат с Ираном, потому что Иран — это единственное государство, которое готово этих монстров поддерживать. Все остальные арабские страны ведь их страшно боятся, потому что они знают, что они пытаются устроить переворот в любом арабском государстве. Но Иран их поддерживает именно по той же самой причине. И если Израиль в результате такой атаки учиняет страшную, ужасную и зверскую резню, по крайней мере, как ее в прессе представляют, среди сунитского арабского населения сектора Газы, так население Саудовской Аравии уже не может поддержать мир с Израилем. И таким образом цель Ирана достигнута. Действительно, Саудовская Аравия приостановила мирные соглашения и мирный процесс с Израилем в результате произошедшего. В этом смысле, стратегически, это был очень умный ход со стороны Ирана. А насчет судьбы палестинцев Гази она им, конечно, не интересна ни в какой мере. Что будет на севере и насколько они вмешаются, это интересный вопрос. Можно разные представления и предположения. Вы высказали очень интересную, для меня новую, для меня новую, и как-то очень, вроде так, логически, все прям как патрончики уложились в обойму, все нормально. Вот эту вот схему... Должно укладываться, да, что это была провокация и иранцев, которые принесли в жертву некоторое количество хамасовцев и жителей Газа, которые им расходный материал, для того, чтобы сорвать мирный договор о сближении политическом между Израилем и Саудовской Аравией. Я только не понял, а в чем же конечной точке, что с этого получит Иран? Ведь Иран и Саудовская Аравия дружат как кошка-собака. Они и по религиозному принципу друг другу противники, если не сказать, враги, и экономические. Безусловно, безусловно. И другие пытаются продавать одну и ту же нефть. Так в чем гешеф Ирана? Именно в этом и дело усиление Саудовской Аравии ввиду военного союза с Израилем и ее усиление ввиду дополнительных союзов с Соединенными Штатами. Это для Ирана стратегический кризис. То есть вся цель ослабить Саудовскую Аравию, предотвратить ее возможность входить в союз с Израилем. На Ближнем Востоке люди не дружат между собой, они дружат против кого-то. Саудовская Аравия... Да, да, я понял. Мне в голову как-то сразу не пришла та простая мысль, что сближение крохотного Израиля и гигантской Саудовской Аравии... Гигантский. Посмотрите на площадь Саудовской Аравии. Гигантская Саудовская Аравия имеет военный потенциал намного меньше, чем крохотный Израиль. Да, Израиль, поэтому это выгодно для, между прочим, даже для двух сторон, и для саудовцев еще больше. Кроме того, израильская военная, после проекции израильской военной силы, в принципе, она могла бы очень сильно способствовать Саудовской Аравии. И тут есть еще один цимус. И в этом заключается дополнительная логичная цель всего этого. Если Израиль оказывается пустой скорлупой, и банда погромщиков в состоянии его армию по крайней мере на несколько дней сокрушить и устроить резню среди его населения, и если соседи с севера в состоянии будут учинить страшное, огромное бесчинство и замедлить или даже остановить нашествие израильских войск, так оказывается, что вся эта мощь военная, ради которой Саудовская Аравия могла бы пойти и хотеть пойти с нами на мирный договор, оказывается бесперспективной, потому что если Израиль оказывается, что ничего не стоит, а иранские прокси намного его, по крайней мере, с ним-то измеримы, так может быть нет никакого смысла с нами идти на какие-либо мирные соглашения, если мы слабые, это тоже что-то, что Иран заинтересован доказать. Илья, уважаемый, я смотрю одним глазом на часы все время и возможности восприятия публики тоже не безграничны, хотя я понимаю, что у вас-то мыслей много, позвольте вам тогда задать один последний вопрос, он будет такой длинный, но он вообще, по сути дела, фундаментальный, а вообще, ну вот, та боевая операция здесь, здесь боевая операция там, а вообще, как вот вы, ну понятно, что вы немало об этом думали, немало читали и общались с умными людьми, это видно, как вы себя видите, ну финальное, принципиальное решение проблемы, проблема заключается в том, что на территории, отведенной для создания еврейского государства, от реки Ирдан до Средиземного моря, решение Лиги наций 20-го до 22-го годов, на этой территории сейчас проживают миллионы арабов, людей другой культуры, другой религии, людей, которых самое малое полвека, полвека накачивали животной ненавистью к Израилю и евреям, они тут живут, они реально живут, но главным образом у Идеи и Самария, ну, как-то газа сейчас уже, наверное, меня бы беспокоил этот проблем, она будет сейчас решена военным и жестким путем, вот эта проблема, там, 2,5 миллионов арабов под контролем, фактически под контролем так называемой палестинской национальной администрации, эта проблема, она вечная или у нее может быть какое-то сложное, хорошего точно нет, хорошего нет, но сложное, тяжелое, дорогое на решение, вопросительный знак. Да, вопрос, во-первых, очень уместный, очень правильный, и ответы на него сложные, то есть то, что на него нету элементарно простого ответа, это именно та причина, по которой он не был решен по сей день и по которой средний израильтянин не очень знает, как по-настоящему должна выглядеть победа, потому что израильтянин понимает, сейчас уже средний израильтянин понял окончательно то, что он игнорировал в течение многих лет, что жить, плечо к плечу с государством Хамаса невозможно, и игнорировать то, что они хотят нас всех вырезать в прямом смысле слова больше нельзя, и поэтому какое-то решение другое, чем то, которое до сих пор реализовывалось, должно иметь место. В контексте сектора газа на самом деле ситуация просто элементарно простая, я как человек верующий думаю, что Всевышний нас направил к ней достаточно намеренно, ведь на самом деле в секторе газа действительно проживает 2 миллиона жителей, которые в нем находиться не хотят, если только, и к этому стоит добавить, что сейчас Израиль понял, очевидно, что сектор газа должен быть захваченным хотя бы для того, чтобы уничтожить в нем государство Хамаса, но в процессе того самого уничтожения государства Хамаса население куда-то захочет уйти, если только дорога для него будет открыта на юг в Египет, проблема сектора газа стратегически будет решена навсегда, без какой-либо насильственной депортации даже единого человека, потому что население сектора газа хотело бы уже очень давно смыться из этого сектора и удрать куда только возможно, то есть я думаю, что есть только одна вещь, которую они хотят больше, чем вырезать евреев, это куда-нибудь смыться оттуда. Если военные действия в секторе газа приведут к тому, что наконец-то откроется южная граница и если для этого нужно что-нибудь предоставить Египту, как это вполне возможно, тогда в Газе не останется два миллиона ненавидящих нас арабов. В Газе, я думаю, не останется и одной десятой этого. И те, кто из нее идут, даже не нужно будет насильственно препятствовать их возвращению, они просто не захотят вернуться. Так что решение стратегического вопроса газа, оно на ладони, на самом деле. Это пункт номер один. С Иудеей и Самарией ситуация, конечно, немножко сложнее. То, то, что очевидно было израильским государственным деятелем с шестидневной войны и далее, и до шестидневной войны, это что, в принципе, для какой-либо безопасности государства Израиль контроль над территорией Иудеи и Самарии должен быть в руках Израиля. Это в плане безопасности, в плане национальной родины. Это тоже очевидно. Иудея названа в честь Иудеев. Амария названа в честь Северного Израильского царства Самарии. Так что это на самом деле центр еврейской родины, а не какая-то его окраина. Это не заокеанские колонии, это не экспансионизм, это центр еврейской цивилизации, тут никакого спора не может быть. Но вне национально-исторических вопросов, просто с стратегической точки зрения, контроль над Иудеи и Самарии обязан быть в руках Израиля. Насколько возможно этот контроль распространять над населением, которое нас не любит. Это интересный вопрос. Если бы мы не создали 30 лет назад преступным образом палестинскую автономию, которая действительно, как вы правильно говорите, накачивала свое население 30 лет животной ненавистью к еврейству и к государству Израиль, все это было бы намного проще. С демографической точки зрения это тоже не конец света. Там 2 миллиона людей, которые рожают намного меньше сегодня уже детей, чем средние евреи в Израиле, в отличие от того, что было раньше. Крах арабской демографии во всем мире это уже очень хорошо зарегистрированный факт. Так что если бы они не хотели нас всех убить, с ними жить можно было бы. Ввиду того, что они очень хотят нас убить, ситуация становится сложнее. Очевидно, что израильский военный контроль там реалистичен. Он уже давно реализован на месте. Он должен быть и может быть намного жестче, чем он сейчас. Палестинская автономия должна была бы давно быть расформирована. И ситуация должна вернуться к нормальному израильскому контролю, как было до 1993 года. И в принципе это не идеальное решение, но в Ближнем Востоке идеальных решений нет. Но это реальное решение. Следует вспомнить о том, что уровень жизни палестинцев, иудеев, и Самарии выше, чем уровень жизни среднего араба в любом арабском государстве под суровым и жестким контролем жестокой израильской агрессии. Так что в принципе если бы они не хотели нас так охотно убивать, так можно было бы жить вместе. Когда все будет развиваться дальше, это на самом деле в значительной степени зависит от них. Чем они больше будут хотеть нас убить, тем это будет ближе и агрессивнее приближаться к той или иной форме депортации. Но это зависит на самом деле от их внутренних культурных вопросов. Израильское общество даже сейчас после резни, которая была ученина на юге, еще очень далеко от мыслей о какой-то насильственной депортации кого-либо, даже в секторе газа. То, что я сказал насчет решения газа, которое на ладони, это не потому, что мы их всех будем выгонять, а потому, что они просто сами хотят оттуда сбежать. В любом случае, если бы люди в Иудеи и Самарии готовы были бы с нами жить дружно, и, кстати, в Иудеи и Самарии сегодня не только 2 миллиона арабов за 1 500 тысяч евреев. Если бы они были готовы с нами жить дружно, это было бы вполне реалистично. Та или иная административная автономия, в случае, если люди готовы с нами жить и не хотят нас, и не занимаются тем, чтобы нас убивать каждый день, административная автономия и политический и военный контроль Израиля это реальная нормальная форма проживания. То есть это то, что самое интересное, это то, что было с 57 по 93, это довольно много лет. Точно относительно Ближнего Востока. Если бы евреям свойственно заниматься мессианскими проектами, евреи строили коммунизм, евреи строили много мессианских проектов, только наш личный мессианский проект еврейского государства и евреи его строили менее охотно, чем другие мессианские затеи. Если бы евреи в Израиле меньше занимались мессианской затеей жить дружно с убийцами и разбойниками и больше бы занимались прагматичными нормальными здравыми решениями, Ближний Восток выглядел бы намного более мирным местом. Совершенно оптимистическая ночь. Я хочу просто добавить, я держу загнутый палец, Илья сказал, что рождаемость арабов в Идеи Самарии на Западном берегу во много раз меньше, конечно, не во много раз, она во много меньше. Я сейчас передо мной статья открытая, свеженькая, демографическая, она снизилась, она значительно снизилась по сравнению с тем, что было вообще в какие-то древние времена, в начале 20 века, когда, как во всем мире, бедных нищих странах, женщина рожала 10 детей, с которых двое как-то выживали. А сейчас рождаемость на самом деле, на самом деле, рождаемость в арабском секторе, в том числе и на Идеи Самарии, она или равна рождаемости средней по израильскому еврейскому населению, или даже действительно несколько ниже, и по большой группе окружающих нас арабских странах та же самая ситуация, то есть никуда от правды не уйдешь, и те процессы, которые начиная с 20 века сначала охватили богатую часть мира, то есть планирование рождаемости, катацептивная революция, другое отношение количества и качества воспитания детей, оно неизбежно надвигается сюда, тем более, что, как абсолютно верно сказал Илья, это подтверждается всей статистикой по точке зрения материального уровня, дохода, доступа к медицине и так далее, арабы, проживающие на оккупированной зверской израильской военщины территории, живут лучше, чем кто-либо, ну не считая нефтяных вот этих сверхбогатых каких-то катаров. Поэтому на самом деле демографическая ситуация вовсе не столь мрачная, как иногда ее представляют. К этому я только хотел добавить одну мысль. Во-первых, насчет богатых катарских эмиратов, там только граждане хорошо живут, не большинство населения, которое гражданство не имеет. Это раз, это маленькое замечание, а другое замечание, это что в Иудее и Самарии есть постоянная массивная отрицательная эмиграция, то есть постоянно оттуда арабы эмигрируют в другие страны, не потому что им так плохо в Иудее и Самарии, а потому что они востребованы в других арабских странах как специалисты. Так что есть постоянная отрицательная эмиграция в Иудее и Самарии, которая тоже способствует демографическим тенденциям. Но более важный момент, на который я хотел обратить внимание публике, который, мне кажется, действительно неочевиден и интересен за границей особенно, это что все эти тенденции демографического краха во всем мире они действительно имеют место за исключением одного человечного опыта. То есть государство Израиль сегодня это единственная страна, приличная, в которой нормальный человек хотел бы жить, в которой есть положительная нормальная демография около трех детей на женщину. То есть мы действительно в этом плане, то есть еврейская цивилизация, еврейская культура не только религиозная, а даже израильская светская культура это единственная культура в мире, которая на данный момент поддерживает нормальный демографический баланс. В то время как арабский мир находится в процессе того же самого краха, как и все остальное человечество, и у них показатели идут вниз, а в израильском секторе они идут даже иногда вверх, а иногда стабильно и держатся на трех, что является абсолютным исключением из всех нормальных индустриальных стран и никак не входят в те тенденции, которые действительно охватывают все человечество. Правды ради должен заметить, уважаемый Илья, что есть разные, есть разные, вполне обоснованные разные мнения по поводу того, не является ли три на одну женщину чуть больше, чем надо, но это чуть больше, чем надо, это уже вопрос тонкой, это вопрос тонкой наладки системы, но это такое замечание все-таки. Я согласен. Зная об этой дискуссии, я считаю, необходимо это отметить. Дискуссия важна и уместна, но в любом случае, очевидно, я думаю, любому, что три это намного лучше, чем полтора. Кто бы спорил, например, если это выдают вам зарплату. Чудесно. Торогой, уважаемый Илья, спасибо за нашу беседу. Я еще раз повторяю, что благодаря вам, наши зрители и слушатели, большая часть которых далеко-далеко живет от Израиля и ментально далеко-далеко от местных проблем, они наверняка узнали много нового. Я услышал от вас много нового. Огромное вам спасибо. И еще раз повторяю, возвращайтесь живыми. Возвращайтесь живыми вместе с вашими боевыми товарищами. Здесь еще очень и очень много работы. Спасибо вам за участие. Возвращайтесь живыми с победой. Безусловно. Спасибо за участие в передаче. Спасибо почтенная публика за внимание.